22 апреля свой день рождения отметил бы российский революционер, советский политический и государственный деятель, создатель российской социал-демократической рабочей партии большевиков Владимир Ульянов-Ленин. Во многом фигура его противоречива. Одни считают, что его роль в истории исключительно отрицательна, другие, что это один из наиболее положительных гениев в истории человечества. Но вне зависимости от положительной или отрицательной оценки деятельности Ленина, ни у кого не возникает сомнений в том, что это личность мирового исторического масштаба. На пятый день после смерти Владимира Ильича, 25 января 1924 года, Валерий Яковлевич Брюсов, удающийся русский поэт, написал совершенно искреннее стихотворение, смысл которого примерно сводится к тому, что, пожалуй, только рядом с этой личностью могут стоять, например, времена Атимы или времена эпохи Возрождения. Советский Союз восьмичасовым рабочим днем признанием гражданского избирательного права для женщин ликвидации безграмотности дал сигнал, на который сразу же откликнулись Европа и весь мир. Советский Союз во многом изменил структуру мировой экономической системы. Одной из стран в мире, где почитают Ленина, считается Китай. В Китае про Ленина почти все знают. Неважно, дети или бабушки, взрослые, школьники, все знают. Все считают, что Ленин – он великий российский революционер. В Китае тоже есть это место, улица имени Ленина. И есть эта маленькая библиотека, я знаю, тоже имени Ленина. Раньше Ленин здесь учился. И значит, университет необычный. Казанский федеральный университет тесно связан с именем Владимира Ульянова Ленина. В 1887 году он поступил в тогда еще императорский Казанский университет на юридический факультет. Именно Владимир Ленин был лидером Октябрьской революции. Ленин – это фигура очень важная не только для истории России, для судеб России, как прошлых, так и настоящих, которые очень глубоко это перевернули. И в Китае, и в Индии узкая революция, еще повторяю символом которой был Ленин, она оказалась своего рода символом возможностей даже. Того, что большая, но гнетенная западными странами нация с древней культурой, с мощным потенциалом, она сможет сама решать свою судьбу. Сторонники мнения о положительных последствиях этого события считают, что благосостояние людей повысилось. Появилась бесплатная медицина, образование, страна вышла из кризиса и стала развиваться. Но при этом надо понимать, что все это достигалось большими жертвами, которые попали в жернова того времени. Основным лозунгом тех лет была цель оправдывать средства. Анна Глазунова, Рустем Садриев, Универньюз.